всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня такое видео непростое называется она приюты для животных или веганские фермы в принципе и приют это по сути тоже веганские хотя конечно сегодня буду говорить мое видео направлено в основном к веганам все-таки и к не веганам конечно кто посмотрит у нас же любит все кошечек и собачек до забывая о свинюшках и поросятах в принципе без разницы мне кто услышит это видео но в основном я буду говорить конечно о веганах и ролик я может быть так назвал непонятно но потому что принципе это не важно я говорю но я буду говорить в принципе веганам да этот ролик возможно славлю очень много хейта даже от веганов потому что тема очень тяжелая сложная и неоднозначная и кто знает я всегда проповедую истину до утверждают что я ее знаю я вот всем я говорю она в простоте вечной жизни это истина о свободе и о любви мы в общем-то глазами сегодняшней это истины как всегда и сегодня вернее глазами истины в общем-то на этот вопрос также будем смотреть да вот тема приютов вот этих начиная от маленьких начиная так скажем от маленького какого то есть домашнего приюта заканчивая какими-то большими фермами кто их организовывает для спасения для помощи животным вот такая вот тема по поводу того что кто-то завел одно два три животных дома и причем это не ради приюта ты у кого-то взял животное как вот кошечку может быть даже породистую да это не сегодняшняя эта тема не сегодняшнего видео вообще прежде чем это видео кто-то начнет смотреть конечно же у меня в принципе просьба желание моего сердца это на моем канале есть плейлист так он называется хищники и домашние животные а там охота цирки все вот эти вот зоопарки в нем 18 видео но все их я конечно не то что принуждаю посмотреть в нем в принципе самых важных прям конкретно эта тема касается животные домашних животных это ну в принципе первые пять видео посмотреть просто сюда параллельно зеркалом добавил ролики из-за плейлиста не веган потому что поэтому здесь им кажется много но и так как я тоже не стал отдельные плейлисты разводить по теме там охота цирки зоопарки вот и приют я так и назвал фермы тут и о насекомых о вредителях о навозе поэтому как бы здесь получилось 18 видео но в принципе о домашних животных тоже все-таки будем говорить о приютах и о фермах мои мысли а по поводу домашних животных вот ну и о питании тут у меня даже есть веганская пища для домашних животных особенно плотоядных так называемых поэтому первые пять видео конечно рекомендую хоть как-то посмотреть чтобы понять кто я что ей как я по этому поводу мысли но все равно и в рамках этого видео я сейчас кратко скажу не так распыляясь как там по поводу домашних животных вообще по поводу домашних животных в принципе заведение так называемых домашних животных я категорически против объясняю почему уж я веган веган по любви к животным потому что я проповедник и сам живу по этой по этой истине это свобода одна из которых которых я вам сегодня уже озвучил то любовь свобода и вечная жизнь или бессмертие и это все не не исключаемые вещи любовь без свободы невозможно поэтому когда вы заводите так называемые домашние животные вы лишаете его свободы может конечно всем рассказываете самого себя убедить что и выход вы их любите и я как веган почему веган этично как-то говорят но я выражаюсь более прямо веган из любви к животным да я против естественно заведение так называемых домашних животных потому что их заводите для себя тот кто любит дает свободы любое живое существо в котором есть душа живая за которых так скажем за любовь которым веганы выступают и борются чтобы они были счастливы чтобы они первые жили до чтобы их не убивали но и того чтобы они жили недостаточно на чтобы они счастливы жили то есть благу бытие в благу бытие не пребывали как такой веган тогда может вообще кого-то порабощать я поговорю об этой мысли сегодня еще более подробно ну такое вот общее определение почему я так мысль посмотрите вот видео которое я вам дал отсылки рекомендовал очень важно я правда сразу оговорюсь правда может тут все-таки поленится смотреть при такой позиции моей и в частности я естественно раз ее говорю от себя говорю чтобы другие так поступали я не говорю о том чтобы те у кого уже есть какие домашние животные взяли их сейчас же выкинули на произвол судьбы на помойку или убили да конечно же я надеюсь вы понимаете что речь не об этом вообще прежде чем писать комментарии к этому видео досмотрите его до конца потому что вы будете писать может быть о том о чем я скажу позже или есть в тех видео просто так выплеснуть на меня свой гнев не стоит это ничего хорошего не принесет будет какие-то такие ну правильный комментарий который хочет что-то сказать то да да но и послушать до конца все о чем я скажу по поводу вот приютов и фирм то есть вы поняли да первых есть отличие одно дело человек создает приют пусть даже из своей там квартиры он уже он же не просто берет для себя одну-две или у меня там кошечка разродилась и он всех оставил вот он сам когда-то завел купилась там породистые да нет речь идет человек уже он как бы не хотел бы вот но создает приют или ферму он любит но понимает что он сам не потянет да и может быть понимает вот эти мысли отчасти о свободе до который я буду сейчас развивать еще поэтому он этих животных всех ему может быть даже не все животные нравятся образно говоря потому что на вкус и цвет любовь не подразумевает что мы от всего испытываем удовольствие до кому-то нравится кто-то кошатник тот собатник да это очень тоже и одна собака другой разница это очень важно вот это не что она плохая у нас есть дело вкуса так уж господь распорядился в этом мире чтобы мы все немножко разные чувства в этом плане испытывали вот это не говорит о том что ты не любишь это на вкус и цвет это вопросы нравится или не нравится они не ни одно и то же не равны любви это очень важно понимать вот и человек несмотря на то что ему до нравится не нравится хочется не хочется ему тяжело да вот но он все равно делает такие приюты фермы для животных как бы до чтобы их как говорится спасти или помочь то есть для нуждающихся именно поэтому я разделил это очень важно тоже понимание и чтобы в принципе сегодня уже тему домашних животных оставляем я его на ее тему сказала сегодня вкратце он сказал чтобы тоже очень важно было понять человек может принципе дома все равно иметь кошечку да там якобы но еще иметь целый приют отдельно где-то там снимает помещение чем трендовать покупает и там организовываться при это нижней все у него дома живут в доме еще есть кошечка поэтому все-таки домашние животные приюта мы видим это достаточно разграничен да у кого-то приют может быть и местом жительства это частный дом частная ферма какая-то большая там землямушек поместье свое есть такие в россии за границей относительно россии да вот такие ролики видео в интернете все есть можно посмотреть люди которые такое делают все организовывать на территории на своей ну тогда получается это конечно и домашние его и приютные животные вот но сейчас мы я конечно не обещаю в этом ролике это нереально охватить все спектры все мысли этого вопроса он очень широкий потому что я никакой список не делать себе какие вопросы я хочу поднять все что на сердце будет во время этого видео у меня ложится я то буду говорить я со всех сторон не смогу посмотреть и более того именно поэтому я вначале сказал что это одно из тех видео когда я говорю что я не могу вот на сто процентов утверждать даже какие-то теоретические вещи объять все да уж не о том что теория еще конкретно практике применима позже вы поймете почему потому что если сами рассуждены задумываться на такими вопросами я думаю что вы это тоже понимаете вопрос неоднозначный очень неоднозначный очень такой тяжелый как бы потому что по сути стоит выбор как бы да вот если я люблю почему они не помогать а получать с помощью порой она и не всегда то во благо это да здесь очень важно еще общее мировоззрение человека которым себя говорю да потом как мир вообще был создан кто такие животные кто-таки домашние животные еще одну из которую я всегда говорю про домашних животных и здесь несмотря на то что ролики есть все-таки скажу тоже надо понимать что все домашние животные то я уже утверждают мысль не подлежит сомнению это любой нормальный человек должен принять что все домашние животные это когда-то порабощенные животные человеком более того то что они со временем стали якобы зависим от человека да как говорят ой на без человека уже а вот это не выживет вот это не вижу это это в кавычках к сожалению заслуга человечества о том что помимо то что их поработили сначала до оградив неважно каким образом клеткой какими стенами ошейником или цепью и с годами так как природа по замыслу богу она адаптируется к обстоятельствам до вся природы растительное и животное человеческое эта природа может меняться и вот то что многие животные не способны выживать в естественных условиях обитания в которых они были созданы богом задумано это это заслуга человека в кавычках и если мы хотим исправить ситуацию с теми же самыми животными да с их ними страданиями на земле надо стараться эту природу обратно возвращать это очень важно и поэтому то что они стали зависим от человеке это не тоже бог такими создал любая свинья это когда-то бывший кабан в диком лесу да и у него была и шкура он обрастал спокойный и не мерз зимой и жил там где хотел и питался там чем есть любая так называемая собака это обычный волк так назовем его да да и по сути есть и дикие собаки любая кошка есть полно они так называются кошки дикие кошки живут в лесах никто их да не трогает и причем киткатыми или там китикетами не знаю чем там их не кормят они сами живут спокойненько и зимой и летом круглый год и и в снежных территориях и находят чем питаться и как выживать до ничем не отличается там на два сантиметра по холке больше домашних так называемых кошек вот и все это очень важно понимать поэтому все все животные сельскохозяйств так называем 0 домашние которые для развлечения по большей части у нас якобы да они не они ничем их не природа если они стали зависимы от человека они стали именно потому что мы из изуродовали их природу что них там что-то стало меняться в теле в организме они стали неспособны выживать них теряются инстинкты как куда идти там ориентации так далее только потому что человек извращает эту природу но точно так же как он извращал он может ее вернуть обратно это и есть задача и вот я сегодня про приюты и фермы как бы тоже конечно все свои мысли вот эти выскажу сейчас буду так на набрасывать бесплана всякие свои эти мысли и пытаться их потом как-то в кучу собирать тоже подытожить потому что тоже очень важно да вот и вот по поводу приютов вы знаете я вот я кстати когда записывал те ролики про животных у меня никого не было я записывал тут у себя на бугре спускался я в частном доме живу в селе естественно и и и записал ролик о домашних животных на следующий день писал ролик о природе о любви к природе ну к растительному миру ко мне поднялся такой котенок видно выброшенный где-то в грязи извалялся у него все комками так немножко шерсть была он там все на спине она вышла на меня в этом ли из лес такого небольшого леска я ее оставил да несмотря на то что я вот именно в предыдущем ролике о домашних животных говорил в принципе только более расширена том о чем уже и в этом вам ролик все равно много сказал по поводу того что я считаю что заводить их неправильно специально вот извращать их природу это неправильно должны жить в естественных условиях и при этом я своим деятельной жизнью показал что естественно речь о том чтобы бросать животное которое к тебе пришло да богом так скажем послана она сама пришла она тут же ко мне ластилась со мной осталась за мной шла я естественно приютил и вот и было не знаем ну мне кажется это двухмесячный где-то так котенок был она со мной пробыла 4 месяца выросла окрепла питалась она только по вегану всем чем питаюсь я я тем более было лето питался только там овощами фруктами кашами крупами вот все это наела с удовольствием и жила в естественных условиях у меня всегда в частном доме называют в россии такую редко видел американские дверки это когда в дверях вот есть свободный выход там ну или рядом с дверью себя прорубал там проделал или там в окне там где-то сет веранда то есть я сидел так чтобы животное жило само когда хочет ходить на улицу никакого туалета никогда в частном доме нету да то есть все это делается на улице сама она там сама выбирает чем я еще помимо того что я ее подкармливаю питаться да плюс она живет в естественных условиях тем более частный дом тем более в селе то есть я и и показал тогда своим примером как раз этим что конечно нуждающимся может она была слишком уголодавший кто ее выкинул только ее выкинули из дома или она где-то и была родилась я не знаю бог и ко мне привел я ее здесь не бросил но она была ровно со мной она спала со мной в одной кровати я люблю при я кошатник по природе так скажем да люблю я всяких и тигров и леопардов так смотреть мне нравятся сами эти животные хотя я все как бы люблю божье творение но есть к чему-то у нас более как и вкусы и в еде какие-то пристрастия до которые нам они по природе на просто мы их себе не тоже не разогреваем они просто есть вот и а нас я люблю когда кошка со мной на кровать спит там неважно в ногах или куда кошки разные есть который любит там обниматься же зажиматься есть который нет есть которые сами спят в ногах есть которые сами лезут на голову это была очень ласковая сама мне лезла куда я спал с него так в обнимку все время на мне на голове тут и на шее я и фотки сбрасывал друзьям кому да вот но при этом я ее не порабощал то есть она в один прекрасный день также от меня ушла вот я знаю что если даже ничего не случилось потому что соседка рассказывал что сначала она стала там где-то на той стороне тусоваться там ходить туда вот ну а потом она куда-то дальше наверно ушла вот но если опять же если даже с ней что-то случилось да вот мне никакой вины нету она она была счастливая радостная жила своей жизнью и вы знаете это вот в человеческом мире есть такая же беда когда думают что вот нас эти эти государства законы что якобы когда нас пусть закон какой-то ограничивает свободу но кто знает есть такое понятие ради безопасности наше все это сделано да один из великих людей сказал что когда люди свободу меняет на безопасность конечном итоге они теряют и то и другое это абсолютно гениальная мысль и закон бытия это тоже самое с животными работает вот вы знаете я я хоть на значок вот такой вот очень крупный такой щенок там за сеткой рябицы в даже не прямо за решеткой да но вот за сеткой рябиц ну как люди за решеткой в тюрьме да я когда даже вот на ваших глазах видите яндексе в яндексе вот приюта на живу от для животных набираешь вот заметьте какие выходят даже картинки да я к тому что сама все за себя говорит да вот все щенки и все приюты они выглядят вот так вы знаете сами эти картинки не знаю кого какие эмоции вызывают у меня как у человека понимающую что свобода это высшая ценность для всего живого да вы посмотрите какие картинки выходят да то есть все это в основном вот за какими-то клетками да сейчас буду об этом говорить я прекрасно понимаю вот ну что это такое как тюрьма прям да вот что все это как бы временно сейчас будем об этом говорить цели назначения всех этих приютов и ферм но заметьте сам факт это очень важно и поэтому я не зря взял я в общем-то вот отсюда где она да вот он этот щеночек я вот это прям сразу увидел она достаточно крупная что было понятно я и так и сделал да это очень важно понимать по поводу то есть я еще расскажу по поводу домашних животных то есть люди их которые заводят как у нас это принято выражаться почему-то считают вот я не зря потом знаете собака на поводке я буду на примере говорить ну вот таких собак кошек и наоборот фермерских так называемых сельскохозяйцев животных там курочек всех этих коровок там свинюшек да почему-то люди но я не знаю почему папа невежеству мы считать что животное зависит от человека это абсолютно не так что собаку участка приютах я буду говорить о цели что ее почему-то нас все-таки отдать какому-то человеку что якобы ну ладно давайте сначала тогда все-таки о приютах какие цели у придет как-то так мы с неправильно вижу строится какая цель у приютов может быть который человек который его завел ну помимо так образной фразы источник его желания любви к животным желаем блага бытия счастливой жизни ну какая-то конечная цель он видит этого приюта я просто в тех роликах о животных и домашних я как бы оговорился немножко приютах сказал что я тогда и сказал что вопрос как бы я не против что и делают вот нового какая цель это много аспектов я так кратко оговорился поэтому я вот решил все-таки отдельно ролик записать тогда я так очень 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 мягко обошел эту тему так скажем вот именно все-таки заведение животных и приюты первые разные вещи но так высказался здесь вот более подробно хочу об этом сказать какая цель посмотрите у человека вот смотрите такой как я исповедующий что закон бытия это свобода то есть конечная цель сделать это животное все-таки да счастливым но счастье невозможно без свободы то есть какой вариант это животное должно жить в естественной среде обитания ну да вы скажете а что ну вот у собаки то не вижу домашней там у нее и среда обитания это дом на это изуродованная среда обитания и природы этой собаки любой собак когда появились из волков образно говоря ну пусть с нам не все кажется на волков похоже да их там тоже извратили перекрестили у кого теперь лапы там в 10 раз меньше чем хвост и ткани что все это это все и полно уже животных ведь тоже сама леса эта собака да то есть вы понимаете что все эти животные домашния когда ты жили естественной природе это очень важно понимать вот я почему и сказал что как бы я щас не говорил это настолько все это надо сейчас прямо собах говорить о всех видах какую можно какую нельзя какая способна уже адаптироваться и пока нет хотя А животные всякие способны адаптироваться. Человек способен адаптироваться под самые адские условия жизни. Уж не говоря о том, что если не адские. Животные есть разные. Тоже вот с непонятными руками, головами. Там голова в 10 раз больше, ноги. Всякое в природе такого бог чудес наделал. И все это как-то живет. Это тоже важно понимать. Поэтому, конечно, я все эти вещи конкретно не смогу разобрать. Но я хочу общие мысли накидать. В принципе, кто-то будет слушать. Кто может кого-то действительно приюты есть. Я, кстати, вот по поводу этого приюта. У меня в ленте ВКонтакте выходил тоже. Там, правда, на Украине сейчас. Тем более со всей этой войной России против Украины. Украинского народа. Тоже там что-то было про приют, про украинский. Вот она тоже, типа, она там на еду просила. На корм этим собакам. Я когда прочитал, что там, по-моему, больше 700 или больше 1000 собак. Больше 700, по-моему, мне цифра запомнилась. И, кстати, была фотка. И вот фотка ничем вот от этих не отличалась. Прям вот это даже больше всего, наверное, похоже. Вот это с такими вот клетками прям в ряд. Вы знаете, я когда фотку посмотрел, большой вопрос. Я говорю, стоит ли поддерживать такие приюты? Вы сейчас скажете, ой, вот, тоже мне вега нашелся. Я вам говорю, я попытаюсь этим роликом объяснить то, что я хочу до вас донести. Почему я сам так живу и другим так проповедую. Да, я вот цель конечную понять. Возьмем вот все-таки таких домашних животных, типа собак. Там все-таки очень известно. И проблема остро тоже стоящая, да, в человечестве. Те же самые собаки. Да, вот какая цель этих приютов? Почему человечество считает, что вот это вот тоже норма? Якобы счастливый песик на поводке. Но ведь это абсолютно не так. Вы знаете, поводок вот этот, вот, ошейник. Причем у кого-то строгий ошейник, кто знает, да? Потому что более агрессивным собакам. Более самим по себе таким боевым, хищническим. Вот. Для какой цели вы ошейник повесили? Она сама неадекватная? Вы ее от других оградили? Либо других от нее, чтобы можно было ее быстро? Вдруг она куда-то убежит, ее кто-то обидит, да? То есть вы ее к себе держите. Вы же поймите, вот этот поводок о многом говорит. Во-первых, о том, что вы ее от кого-то ограничиваете. То есть она сама неадекватная. Это раз. И вы несете якобы за нее ответственность. А зачем брать эту вообще ответственность? Второе, действительно, она настолько беспомощная, что она куда-то там... Плюс вы считаете своей вещью, это однозначно. Это ваш раб. Ошейник, он только у раба. Цепь, а не только у рабов. Вы знаете, я сам сравниваю животных с детьми. Это очень важно. Это действительно во многом так и есть, да. И то их детское отношение я сравниваю с физическими возможностями против человека. Это очень важно понимать, да. И действительно уровень интеллектуальной природы у некоторых животных действительно такой. Но Бог их такими создал, а они спокойненько живут в естественной природе. Хотя многие животные точно так же и стареют, и с гадами по глазам видно, как он такой умудренный, там, это собака, там, старый уж умудренный сединой старец, да. Вот, все понимающий. Это тоже важно понимать, но и не надо забывать, что в тех же самых животных есть и души человеческие, перевоплощенные. Тоже очень все важно. Ошейник всегда говорит о рабстве. Это просто, ну, просто это факт, потому что он есть, вот он он, да. Убрать его, это якобы такая, знаете, опять медвежья забота, вот о том, о чем я говорил, что о тех, кто ради безопасности отказывается от свободы, теряет и то, и другое. Это очень важно. Если собака не может, вы вечно ей господствуете, все время она что-то делает не то, у вас дома куча правил. Она, естественно, в природе какает, где хочет, кушает, где хочет и как хочет, куда хочет, прыгает, да, обо что хочет, дерет когти. Живя в вашей там квартире, она разве счастлива? То нельзя, это нельзя, то нельзя. Да, они действительно, я говорю, как дети вот такие, знаете, ее хоть пинай там, эту собаку, они почему-то настолько, что вот Бог их так показал, вот это одних из тех качеств, которые у людей должны быть, там, преданность, да, что ее сапогом пинает там хозяин, а она все равно его как бы любит и ему предана, да, вот, ну, хорошее-то надо подчеркнуть и в жизни увидеть в природе. Так всегда я говорю, всю эту пшеницу сложить в сокровищность сердца своего, а все плевела выкинуть, вот, это здорово, что так есть. Это лишь говорит о том, какими животными все были в раю, ведь все животные так в раю любили при создании мира, человека, да, то есть такие же, как собаками, вся полнота природы была во всех, да, и в крокодиле, и в гиппопотамии, и все они так же преданы и любили человека. Написано, что всякое животное подходило к человеку, и он называл ее и имя, да, это очень важно понимать, вот, поэтому, конечно же, у людей, у мировоззрения которых, что якобы, почему-то собачка такая игрушка человека, да, то есть они скажут, ну, мы же вот это все поработили всех этих, мы там отловили всех этих, которые бегают, бездомных, как их называют, с чего-то взяли, что у собаки должен быть какой-то дом человеческий, тем более, да, ну, почему волки как-то живут сами в естественной природе, почему лисы, лисы, это собаки, кто и не в курсе, даже, ну, вот, почему еноты, как все эти собакевидные, там их полным-полно, да, я говорю, это мы так знаем всегда, когда начинаешь там что-нибудь интересное, фильм какие-то смотреть, да, книжки читать, понимаешь, что ты не настолько был в этом вопросе образован, да, вот, знающий, вот, как-то они живут все, все взяли, что собака, которая, пусть даже в городе, да, сама по себе бегает и живет, что она страдает, зачем ей эта коробка-то ваша нужна и ошейник, она бегает там, где хочет, они бегают стаями, собаки социальные, они не отшельники, вот, они живут стаями, как волки, вот, хотя, опять же, есть лисы, то есть, есть разные собаки, говорю, ну, вы-то домашних заводите всех подряд, а там очевидно, что я вот даже так по своему знанию понимаю прекрасно, что папа, больше, которые от волков, это социальные, да, которые там от лис, это более такие уединенные, но все равно они живут там, да, они выращивают, они там общаются с другими, какие бы они ни были, отшельниками или более уединенниками, там, да, они все равно потом в брачный период сходятся с подобными себе особами, рожают там потомство свое и так далее, его воспитывают, да, то есть пожинают радость там материнства и всего этого, вот, бы уже не просто так все это создал, значит, они все это чувствуют, переживают, получают от этого радость, вот, те, кто рождаются от них потомство, вырастают таким же адаптированным к естественным среде обитания, все это очень важно, да, вот, и вот какая цель всех этих приютов, я говорю, я когда увидел, вот они просят для этих 700 собак, я смотрю на фотки, вот там такие клетки в три, в три, в четыре яруса наставленные, вот, они там все, причем там и большие, и маленькие, овчарки надо в день, я когда тоже хотел завести себе, интересовался, немецкие овчарки мне нравились, вот, я вычитал и узнал, что ей в день надо 150 километров пробегать, они у всех в основном в частных домах, то для охраны там, они в вольерах живут и все вот так по кругу там только в собственном говне, да, там же срут, там же это миска, вот зачем их заводят, но это ладно, это просто образ, да, она действительно мечется туда-сюда целый день, ей надо пробегать, написано в день 100-150 километров, и для нее это вообще норма, она не устает, это энергия ее жизни, ей надо ее выплескивать, естественно, за это пробегание она найдет себе и пропитание, вот, не надо думать, что они такие хищники, прям и только, и они такую же едят, и они вообще веганы, и спокойно переходят на веганство все животные, вот, так что она ни с голоду не помрет, вот, какая конечная цель этих приютов, ну, они говорят, что вот, ну, либо пока у нас, либо вот кому-то отдать, якобы всех пристроить, а кому нужна эта пристройка, она вообще нужна кому-то пристраивание, то есть вы из общего концлагеря отдаете ее в такую, в одиночку, в одиночную камеру, не знаю, вернее, я и не знаю, я говорю, у меня некоторые вопросы будут под сомнением, и по поводу, я говорю, приютов, это одно дело, вы помогли животным, эту собаку увидели, она там подбита, у нее что-то еще сломано там, да, одно дело быть ли, у нас же есть больница у людей, да, но мы же после того, как в больнице вылечились, мы же не остаемся там до конца жизни в этой больнице, да, кто знает, кто лежал в больнице, болел, я такой же человек тоже был в жизни всякой, оттуда бежать хочется уже через день-то, да, уж не говоря там, недели, вот, а что же это получается, вы их вылечили, на ноги познавили, хорошо, и что, и так они потом попали к вам и живут там, пока якобы не найдут хозяина, а нужен ей этот хозяин, господин, господь, да, разве Бог не сделал нас свободными, у нас Бог не держит на крючке, на ошейнике, да, в цепях у рабских, это очень важно, или получается какая цель, ну или якобы у нас им лучше, чем на улице, в городе, да пусть даже в городе, в принципе, собака вольна убежать в пригород, куда, ну, значит, ей в городе хорошо, значит, она знает места, из каких урон покушать, ей нормально так жить, они бегают целыми местами, они находят себе подобных, им хорошо, ну, и пофигу, что там кругом асфальт и машины, собака может убежать куда хочет, значит, им там нравится, захотят, убегут дальше или еще куда-то, какой смысл их, может, мы просто с ними жить в гармонии не умеем, если мы их таким образом, как я говорю, от других, от там отстрелят, причем на законном, как у нас, безумные законы человеческие, ну, как я уже сказал, знаете, вот нормальному человеку дай выбор между свободой и безопасностью, нормально выберет свободу, лучше, как говорят, сдохнуть, чем жить в неволе, это то же самое, вы думаете, вы раз этих собак всех с улиц собрали, в клетки посадили, якобы от отстрела их уберегли, от другой злобы человеческой, который просто их вообще не воспринимает, как божье творение, и что это нормально, а раньше, когда люди жили не в бетонных джунглях, вот именно вокруг нас животные ходили, этих людей, уж не говоря о том, что я говорю, в раю-то это все вообще было вперемешку, мы жили спокойно среди животного мира, этот животный мир нас любил, мы должны были любить его, так может, надо их полюбить просто, конечно, надо бороться, те, кто хотят мира между людьми и животными, которые сами люди нарушили еще в раю, когда Адам с Евой убили первое живое существо, конечно, надо бороться с этими законами, проповедовать любовь вот именно к животным, ко всем, бороться, сколько можно вести информационную войну, кто имеет какие-то рычаги власти, бороться с этими законами, чтобы узаканивали тем более, отстрелали, еще что-то, да, это надо делать, но лишать свободы ради безопасности это гнилой путь, это путь не туда, это путь не к истине, он ничем хорошим не завершится, и более того, не зря я сегодня произнес эту вещь, надо понимать о вечности жизни, я очень, к сожалению, печалюсь все время, потому что многие веганы, дело даже не в религиозности, они могут быть не религиозными, но все равно понимать, что многие, потому что каждый человек знает, что он бессмертен, вопрос, что он вечен, принимает он или отказывается, бытие вечно, Бог и все, что нас окружает вечно, лишь меняются формы, уничтожить ничего невозможно, поэтому мыслить над категорией обязательно любви, свободы и вечной жизни, не решать сегодня сиюминутные проблемы, вы там лишили все, это кого-то от кого-то оградили все, а никто не поменялся, ничего в мире не изменилось, но там изменилось то, что вы там временную жизнь-то сберегли, ее в ад превратили животного, и те, кто хотят их убивать, их сердце не поменялось, это жизнь наша, это школа, да, адская школа, познание всего ужаса, зла и всей радости добра, вы же не сами стреляете в собаку, это никак не равнодушно, не говорит о том, что веган плохой, вот такой, как я, такой говорящий, нет, просто это ничего ваши эти пути не решают, да, это то же самое, как сейчас, да, Россия на Украину напала, а вдруг она завтра на нас сама нападет, это же из этой же серии, да, даже, а вдруг их завтра подстрелят, ну, вдруг не вдруг, а может не подстрелят, убегут, уйдут из города собаки, начнут стрелять, ну, что, ну, мы все тогда живем, ну, что теперь делать, а разве это жизнь-то за этим, вот, то есть, какая цель, и какая цель любого приюта, или вот, в принципе, животное же может адаптироваться к естественной природе, ну, какой смысл делать эти приюты где-нибудь там в каменных джунглях, еще в этих каменных джунглях, просто клеток понастроить, действительно, надо их делать как минимум за городом, стараться делать с большими площадями, просто, если ты не можешь это делать, а какой смысл делать, ну, как говорят, я не могу большое зло исправить, я хотя бы там маленькое добро сделаю, но я говорю, большой вопрос, добро, лето, одно дело, если этот приют будет где-то за городом, будет где-то пространство, чтобы их просто вот им спасли, вывезли, ну, да, у них есть на крайний случай, где поесть, она это прекрасно, собака знает, да, но они начали сами там разбегаться и привыкать, они, может, в лес уйдут там, или еще где-то будут жить, вот, и, ну, надо, у вас всегда есть, если она к тебе вернулась, прибежала, значит, она хочет, она прибежит, она, да ее покормишь, но она целый день свободна, она адаптируется, она может тебе в следующий раз через день прибежит, потом через два, через три, а потом вообще не прибежит, где-нибудь там будет жить, найдет себе место, где жить, вот, может, будет каждый день прибегать, может, да, животные тоже любят человека, ну, будет прибегать, хорошо, но, опять же, у нее жизнь прекрасная, райская, в свободе там день, в селе живет, вообще без всяких оград вообще без всяких вольеров да и дух до нравишься ты и ногти конечно будет прибегать и покушать и полоститься и поиграть с тобой вот они такие же как и мы тоже все это любит но ты ее не порабощаешь пожалуйста а у многих ли вольеров так все устроено нет игру в тех самых городах еще где-нибудь снимает какое здание там и так вокруг бетон и внутри но открывает вот это к там воничь только за километр то что это гадится они едят тут же гадит все это чистить это разве жизнь это как и не ничем не лучше тюрьмы обычные четыре стены решетка пол и потолок все они небо не видят не знаю я игры если другая цель я еще понимаю как-то адаптировать это если уж вы занялись этим но над как-то да и и я говорю я почему я конкретно никого кто-то муж слушал себя узнает может вас есть цель выходить да возможно нету или старается пока ли вот только в планах я не знаю да но об этом надо думать кто просто не думает или не понимает этого и что же важно я с этим тоже сталкивался одно дело терзаться этим действительно что ты ничего не достигнешь с ним не уж так мыслить добивать до того и доходя чего он и стремится а если ты мыслишь что вот они да такие должны быть такими и твое дело ну лишь кому-то там в добрые руки якобы отдать ну или пусть уже засидит якобы я и тут жизнь спасаю собачью как действительно хорошего выражения собачья жизнь да то это неправильно как вы тогда придете какой свободной ферме там или вот этому адаптации да потому что в идеале вообще это должны быть как вот есть адаптационные лагеря там для людей даже адаптационные центры с людьми которые откуда-то там с боевых детств приходит то же самое наоборот этих всех так называемых домашних животных надо раздомашнивать вот какая цель должна быть всех ферм плавно переходим у меня к картинке не знаю стоит ли ставить днис неважно пусть вот это будет картинка корольцы это кольца и сельхозяйственных тех самых я конечно видел как все это там кто-то коровами занимается там тоже целая беда одних из чего я скажу это я тоже знаю такой видел якобы ездят скупают этих коров ну там на фермах у соседей каких-то этих там тоже не все понятно но одно дело и только ведь вот ежно-скотобой собирались отправлять ее якобы спасли вы знаете это тоже такой вопрос я это как и с людьми вы знаете то же самое но всех нас когда-нибудь или убьют за доброе слово и дело были времена когда расстреливали сейчас сажают вам в россии за любое доброе слово или дело ну а что делать мы это экзамен жизни знаете ну что толку ты вот у мясника у фермера который там допустим молочную куферму держит ну да корову состарилась молока стало мало давать или просто он решил на бой вот узнали якобы и спасли но он другую купил корову который молоко теленка там эти телят девочку до шубан доила что и опять это там все по кругу не знаю я вот это или ездит просто денег накопила ездит прямо на убойные место комбинат так называемого где коров держит для убоя прям даже без молока якобы выкупают их ну вы купили как и раньше вы на рынке это мясо купили что это но они другую завели знаю это знаете кажется со стороны вроде бы это якобы добро якобы чудо жизнь спасли знаете все к людям я грубить и даже применяю да кажется вот человек там тоже в неволе ну то тоже все мы куда ты знать когда бегут из своей стороны я хотя не против этого тоже когда мы от зла бежим это понятно тоже все естественно на здоровье все это не сбегут и всех не спасешь когда у людей какой-нибудь шиза начинается там посмотрите ну кто-то бежал при каких-то гонениях в советское время да сейчас вот у нас идет ну а кто-то не мог всех ну и не мог молчать там и все равно расстреливали в гулаге посылали ну живем вот так мы как добрые люди как иисус и об иисусе было сказано правильно как овцы ведомым закланием надо не путем не вы забывать и мыслить категориями вечности тебя же на самом деле не убивают ну временно снимают от одежду ты то если ты взамен хорошо пройдешь будешь вечном царстве любви там где будет и все эти животные у бога никакая душа не забыта каждая душа животного она тоже уникальна вы там эти бредни религиозные выкиньте простукав в голове что якобы животные там души не имеет или все это не имеет вечной души все чепуха это религиозники все придумали потому что у них камень окаменелые сердца и отсутствие мозгов просто в голове и животного душа каждого уникальная она может прямо не говорит вам о боге да не можешь с вами беседы поддержать каждая душа животного уникальна она все осознает много она на уровне детей пятилетний возраст как я говорю так что вот так вот своей радостью жизни она уже благодарит бога наслаждением и так далее вот поэтому с этими с приютами тоже из фермерскими тоже не все так просто со всеми этими спасенными с фермами там свинюшками не знаю они все живут все животные живут курицы все пожалуйста такие же перепела или тетерева или как вон они у меня тут летают ничего живут как-то там большой вопрос как их спасает у кого и забирает но все такое себе я вам еще расскажу да я сам вот ко мне пришла кошечка я ее сам конечно же не бросил но я ее не поработил это очень важно мне одна веганка там помню когда мы просто этот момент общались она меня не могла понять она когда ушла ты должен все бросить побежать и искать там по по соседям я пытался по-человечески сначала как я тут смысле тихо объясните спокойно что теперь это и не я я так не мыслю ну ты вот хочешь приезжая я говорю она за границей проджила я грищи и она свободна я тебе значит это просто не понять хотя она веганка христианка но то она не понимала этих тоже вопрос почему игры кто-то может сейчас на меня хейт польется вот за такое потому что я признаю всю полноту бытия любовь свободы и вечная жизнь я не говорю просто смотреть на страдания когда вы идете там хоть животное кошка собака я группа кто-то кого-то избил пнул или она действительно может и ходит и бегает но за вами побежала чем-то и полюбились она голодная вот как за мной что помыл хотя она через два дня такая же была не такая же она в какой-то прям глину залезла на прям комьями слиплась и помыла ну как арын все равно животное животное да она всегда на улице но в нормальном в частном доме вот тут уж от твоей брезливости зависит будешь ты с ней она лезет на кровать да не напрягает мы все из праха и в прах вернемся да я ее помыл то роднее просто чего не вся шкурка как глина на просто закаменели как камешки даже стали такие ну тут на вторых муж не видно я отрежу вам наверху там было я еще минут десять только в воде старался держать пока все размокнет так что вот так вот да это со временем себе отвалил все или животных тоже очищается нишках там аж сама вляпалась это очевидно что просто такая грязевая глина как бывает такая коричневая темного серого такого цвета какая-то ну или перемешку с черноземом вот поэтому я не говорю живут нуждающимся отказа отказывать в помощи но и порабощать его это неправильно поэтому все вот эти знаете плюс это не это это как и люди знаете это по поводу жилища то же самое да в принципе игры это ваше дело можете жить конечно кто-то живет уже от необходимости выживать то можно и люди живут а кто даже жизни радуется в этих небоскребов там за облака заходит есть странных да но это неестественно жить в клетушке где там тысячу человек живет вот в такой башне это все неестественно поэтому так и боимся и в городах трясутся завтра кризис голод бегут в магазин там все пачками скупать как какой-нибудь кипиш находится там гречку соль и сахар потому что им завтра жрать нечего будет когда ты живешь на природе у тебя плохо хорошо по идее бы если бы так было я сам сам то с городской переезжий а так бы если бы из поколения в поколение уж на земле то у человека есть и еда и сады должны быть и фрукты и овощи огороды все это выращивается и погреба и залежи есть и прошлогодние и консервация всего этого соленья вот сколько всего растет и вода своя чистая по идее там колодцы все такое да то есть пожалуйста конечно кто-то живет то когда реально ли выжить и что будет когда начнется вот именно что и такое всегда было что городах всегда особо все эти кризисы войны там вообще тяжело все пережить как там помогать при желании всем будет подыхать от голода и все и страдать от недостатков от всех этих и болячки друг другу передается естественно он один дом вот и поэтому животными да конечно отвергать нуждающиеся нет мы не стоит но вот по поводу игры таких знаете приютов вот этих всех и специально все это создавать и где-то их выискиваете и и делать для них неестественные условия не и не ставит для себя цель их вернуть в естественную среду ну да вы скажете опять но кто-то может там старая может уже это корова она уже там все вот опять же те же самые коровы они вообще в естественно спокойно они так всю жизнь естественно отдай ей просто свобода староядные вообще все прочее с хищниками в принципе то же самое в них и эти инстинкты как бы не хотели они все равно не умершие они найдут там себе да или станут плотоядными вывод конечно не кто-то не верит ну мы-то люди становимся почему-то да из вчерашних трупожоров плотоядными животные точно так же вот так вот даже не знаю что то я конечно ролик тоже не маленький получился на том что я предислою как все ноги растянул в общем по поводу всех этих приютов все это очень не знаю я сколько чем я разных роликов там я люблю чуть но увидишь там там то в англии какая-то там такая женщина там че у нее там только у нее там целый животный мир и лошади и коровы индюки но всех она там собирает все к нему что везут и не знаю там сотни вообще животных ну да частная ферма какая-то в англии вот и таких разных я вел в америке там в россии есть в разных уголках вот и востоке есть до разные виллы виде про таких людей которые такие природные неприродные уж полно всегда в любых городах это понятно всех вот этих приютов питомников как на питомник понятно то чешка другое вот мы по сути любой период превращается питомник что он пытается вот как бы эти животных куда-то пристроить куда их пристроить и все все это это знаете такой компромисс который как минимум неоднозначным именно поэтому я хотел записать видео это все знаете это при приводить в какую-то вот кстати не видел моя любимая овчарочка тоже хороший щенок прям за этой решеткой можно было этого на значок видео поместить все это очень для меня лично вернее очевидно что не знаю я вот не вижу себя в этом как минимум себя и другим и знаете я самый людей поддерживаю помогаю материально тоже стараюсь есть мне хоть 50 хоть 100 рублей перевести куда-то у меня к таким приютом когда я вижу даже вот желание помогать у меня не знаю как вам сказать нет совсем или есть специфичное и я даже переводил в принципе ну знаете это дело как-то вот потому что у меня есть колебания вот и там сколько есть и сколько я считаю нужным могу перевести но я это знаете даже переводя это не не знаю доброе дело сделал или вот плохой вот так вот и так как все-таки может быть что-то переваливает я это раздел значит все-таки перевалило но это знаете есть вещи где я ни капли не сомневаюсь сто процентов да вот так делай другим горе то здесь такое себе да там содержать тысячу собак там эти тоннами корма им не знаю для чего все это ну что вот они просидят ведь это так и выглядит это что-то все даже не точнее не картинки там это реальные фотографии и многие там всю жизнь проводят в то же самое кто-то в квартирах я знаю там подбирают всех кошечек ну знаете квартира для кошки что жат я сам вырос в квартире мама тоже кошатницы был у нас даже три кошки но одна потом рожала там да они живут хотя вечно они у нас гуляли в том плане как знают в квартирах дверь открывает она пошла то есть не то что на поводке и водили вот ну это все там в этой в этом подъезде их точно так же там и салей нами как или другие ругаются все это неестественно и как бы кажется знаете животные кажется привыкают к этому каждой самим то же сам кошку ты прям не на цепи хотя собак ты вообще никто просто так не отпускает уже да вот но кошки вроде бы в этом плане поменьше попроще там кажется наш сама и потом приходит но верит только потому что мы извратили мы их приучили мы хоть части на их природе сыграли вот и и проще домой прийти поесть она как бы идет вот хотя я помню когда вырастали эти кошки они уже дом практически не жили они уходили на 2 на 3 дня на неделю также пропадали не знали потом куда они приходили то есть может забивали муж куда-то пропадал можешь просто уходил почти все они у нас в концовке по много жили показал тоже не не по дню не по два там год два три шесть лет и там бац и не туда могли забить могла под машину попасть что угодно могу быть вот можете сама ушла кто знает вот это вот родитель так скажем заводили сам я будучи в частном доме уже раз завел тоже вот на этом не в своем жил вот ну в общем больше после этого я не заводил там они все остались оттуда уехала в течь когда там жил с девушкой вот ну вот я говорю но это дать отсюда покаяние было до моего когда я стал веганом христианином вот а после этого я к этому если подытожить конечно может в общем если я так считаю что если человек помогает вот даже с улицы подобрал кошку да и она может быть там какая-то больно еще что-то ну хорошо подлечил ты подлатал накормил и вы тоже выбрасывать на улицу как минимум дверь твоя всегда должна быть открытой в квартире вот если вы их с ними насытись если они вас всю жизнь там ехаю я не знаю ведь тут все одно один грех за другой цепляется одно естество мы сами себя в этом мы сами живем в этих мы в этих городах тут все зацепилась да и то что она жила в частном или он доме все было проще да тут квартира частном доме он сколько земли всего и никто те претензий особых не предъявляет хоть ты их тут тысячу это соседи могут ругаться да вот короче все это животные должны быть свободными это очень важно они должны жить в естественных средах пусть даже эти уже города это как сказать но это же по сути естественно часть какая-то среда я говорю ну живет они также мы живем в этих бетонных джунглях и они также точно так же живут вот на улице им все веселей найдут они там чё люди все эти остатки еды выбрасывают кто-то с магазинов выбрасывать они все эти места знают чем для них хуже мы там брезгом кажется по помойке ковыряет слушайте но они едят специально все с землей с камнями с камнями у них чистится желудок даже уже научно все доказано они же никому не все-таки от людей это отличаются не все сами задницу мысли задницу языком лежит нет они лежат тебе прямо задницу языком друг другу лежит тут на тоже то я рим из них надо делаем таких бедненьких вот в том плане что прям как будто вот вот это вот для нее вот счастливая жизнь да да ей до лампочки расчесана она или нет насколько она там холеная все это да так что вот так вот такой моему такие мои мысли все эти по приютам не знаю какую пользу вам принесло это видео хотел конечно записать тоже вот чтоб кто-то кто-то с такими же мыслями размышления терзается я хотел вам просто свое сердце показать итог я говорю я так скажу в глубине против сам бы я живя я бы не стал никакого приюта и не не делаю поэтому да где-то их тем более бегать искать вот если знаешь какого соседа строил и там выкинули так получше к тебе кто-то самого придет и и не уходит но это просто естественно все произойдет вот по поводу поэтому вот этого и все приют по сути они сами активничают это ж не животных ним приходит они едут собирают и отлавливают сами этих бездомных ну это это бы мы за них решили их судьбу да это не очень хорошо сам факт и его оградил ты решил его свободы ладно люди людей безумных в тюрьму там сажают да то есть изолируют от людей потому что уже не эти люди просто становится невозможно с ними жить до рвут все вокруг себя животное ничего не делает плохого да так что вот так вот это касается всех да так что не знаю если уж там совсем я говорю случай какой-то животным тоже знаете вот посмотрите там на индуи на трое традицию в индии кто знает там наоборот старые люди уходят в пустыню достигают возраста там детей вырастили воспитали может быть там не везде но я знаю что в индии такое есть не знаю может каких течениях определенных религиозных милозрениях знаю что там есть где муж жена в конце где-то уже под старость наоборот расстаются живут отдельно и уходят даже в пустынные места в достаточно для размышления для близости к богу уже и вплоть до смерти того что от ухода такого то есть вы знаете такие очень относительные понятия добра и зла когда не учитывается вся полнота я вот смотрю только якобы вот я ему там жизнь жизнь такая ценность все ее надо него смотрение во что сберечь ну если не признаешь вечную жизнь до для тебя кажется эта жизнь вечная вот эта жизнь кажется там ценностью но она ценность только для того пока ты в ней учишься познанию истины знаете прожить всю жизнь в клетке какая же это ценность жизнь ценка гор в чем смысл жизни если утром человек ну в жизни самой жизни жизни это велика смысл жизни в благой жизни в благо бытие в счастливой жизни жизнь где ты в аду живешь тебе такая жизнь даром не нужна все как лучше сдохнуть это тоже самое поэтому вопрос вот эти вот все жизни туда ну понятно где хорошие фермы организованные игры все все открыто и вот я запомнился в англии какая-то там женщина тоже хороший ролик тогда ну там как виде интервью знать как это такие полчасовые муж фильмы где-то но опять тоже у нее там непонятная свобода все это наш ролик вот я опять смотришь все и все равно лошади все там стоили бегают в загонах вот она их она их да пусть и ты о них заботишься ты за где ты берешь эту еду солому там заготавливаешь на зиму вдруг они останутся но ты дала им свободу мох то они куда-нибудь идти да если они возвращаются пожалуйста вот тебе всегда сено вот те крыши над головой суша не прям слушать я вот живу в центральном черноземье у нас у нас пусть не бегают по полям лошади но я сам ходил северный у нас есть кавказ до кавказский хребет где северный склон южный к склон где берег черного моря да вот в этом в этих горах в этих по этих так называем кавказском заповеднике но западен за что хотя бы как-то охраняет что там нельзя просто приехать на машине шашлык жарить да вот там в лошади живут я сам не видел собственными глазами да просто вот в дикой природе ну тоже знаете вот эти вот про то что животных это то же самое как и про веганов как они там живую что как на севере вы что же хочет сказать слушай зачем животные куда-то перевезли туда где она выжить не способна зачем надо вернуть туда где они могут знать всех лошадей спасенных надо увозить не знаю в казахстан в татарстан я ну хотя бы вот на в наши эти заповедники они найдут там это же стадо этих лошадей и выживет вместе с ним там полно травы там снега совсем немного там есть теплые ниши они же там как-то живут все и мне как эти даже охранники этого нашего известного кавказского заповедника огроменного да это вся территория кавказского хребта от этих гор живут там все никто там за ними ничего там и наоборот там весь весь и как бы принцип этого заповедника не вмешиваться природа заповедную эту планку шива как говорится оградили ну там формально не стоит никаких заборов вот но как говорится есть те люди кто все-таки стерегут так чтобы животным ты на люди просто вреда не приносили от живу от людей их оберегают да потому что люди хуже животные хуже бесов вот так вот поэтому можно же найти узнать где вот такие вот заповедники и лошадь ну и что что она всю жизнь там в каком спорте пробыла но она что траву перестала уметь щипать нет значит надо отвозить их туда не спокойно там выживут я ничего не надо вот если вас где-то есть какой-то греющий там этот ангар как там для них это называется конюшни так это потому что они находились где-то там куда их затащили где зимы там холодные да им хоть что-то надо какую-то защиту а так но опять же коровы вам я смотрю да не живут им это коровники эти даже вот в наши поселом когда в черноземье все это видишь деревнях да не так дырявые там две доски прибиты она им нужен да она сама найдет под таким же деревом где жить нужно ли все это еда для них вообще для травоядных все доступно поэтому знаете там бегать спасать каких-то куриц потом их у себя держать до курица спокойно может жить в естественной природе чё и надо ей ничего не надо все этих насекомых траву что она там есть все вот а то что и от фермера спас по какой причине старая он у себя просто новых завел обновил себе курятник чё ты благого сделал но он и так бы спон добрый был он бы их выпустил за руки и да и в чем прикол то я просто не пойму ну то у него выкупил чтобы он их не пробил но других порубит какая разница ну или сам пойдет на рынок купит я не вот это я не знаю вот этот круговорот поддерживает тоже такое себе я говорю нет можно хорошо спасать выкупать ну тогда хотя бы их выпускать а это что тоже такое не знаю что совсем какой живот на котором то многие руки отрубили я не знаю там даже ходить не может ну какие такие варианты это еще действительно было бы благим делом да за таким существом уже можно сказать бедным животным ухаживать там миску ему папа под мордочку подставлять но таких же немного я сколько по фермам смотрел это обычные животные вопрос потому что их будет от злых людей взяли якобы теперь я добренький вот и и тут ну понятно что ее жизнь лучше той ну а лучше ли она до конца об этом тоже надо называть человек этот ролик к веганам что связали конечно цель должна быть не ту адскую жизнь в средненькую превратить сделать ее жизнь абсолютно счастливой так что такие вот мои мысли это все города от квартиры это еще меньше там кого-то заводит в общем не знаю все это тяжело и я имею что у меня лично нет такого знаете прям если любым веганам активистам в плане просто человек который сам отрекся от убийства эксплуатации животных другим проповедует вызывает уважение это правильно это истина в жизни вот веганство сто процентная истина все понятно сам откажись от любого убийства эксплуатации и другим проповедуем во всех сферах жизнедеятельности человека вот а вот уже вот как это любовь проявлять особенно защиту ведь тут встает тоже такие вопросы непонятные я я к тому что вот посмотрите на человека да если вам было непонятно но русским понятием таком уж пример как ну вот навальный да мог бы жить там за границей когда я попытались отравить он там выжил да да он хочет жить в россии где его друзья знакомые русскоговорящее население человек все равно легче жить не многим но кто-то едет за границу ему хочется пожалуй а он не хочет он хотел здесь он там вынужден он берет возвращается его сажать в тюрьму в тюрьме хуже чем понятно жить даже за границей кто-то рвется там в германии он мог остаться до в любую другую страну европы ему все двери стали открыты после этого особенно отравлением все его оппозиционной деятельности человек возвращается выбирать тюрьму я вот просто про что это тоже знаете всех прям бежать это всех спасать животное как бы в этом плане часть это нам для воспитания бог так вот она это и и бьет хозяин сапогом она все равно с ним вы ее хоть от него оторвите у себя там поселите на цепь посадите да вы ее сапогом бить не будете она а вы ее отпустили она все равно к этому хозяину побежит бог так сделал чтобы она преданность показала его жизни научила короче тут тяжело игры можно меня наехать вы знаете я сам я сам себя проповедую защиту ни в коем случае никогда не быть равнодушным козлу вокруг вас происходящих вот тут им не быть равнодушными козлу где там есть вообще жертвой насильник где вы уже эту просто одну жертву видите как говорится до каких-то случайных обстоятельств животное может пострадать от чего угодно тоже какая стихия или быть другим животным поранена я конечно в этом ролике не об этом говорю в частности вот об этих приютах которые просто из якобы благих побуждений может просто превратиться в такие же концлагеря я вот просто про что я там тоже все очень тонко смотрят кого спасено действительно может помогали мы вот заметьте я вот пример есть же где вот диких этих животных или в тех же самых заповедников которым люди там наблюдать скими территориями бывает не обязательно даже назван заповедник в разных странах по-разному делается или музыки территориями люди курируют следят есть организации всякие да бац животных тот сообщил там какая-то пантера там раненая леопард что-то или от человека может постреление дострелили какой-то битве со своим конкурентом самцом там самка пострадала до люди берут там пытается это животное выходить все залечить вырастить брошенные там эти детеныши убитая мать там до хищных или не хищных неважно выкармливают этих животных но вот именно заметьте вот те сколько смотрел которые вот такие типа вот так вот эти кто следит за дикой природой и они потом их да там птицы какие поврежденные крылья пытаются если восстанавливается и все прям тут же не дня стараются не задержать им то что все это вредно один каждый день проведенный животным даже вот таким из дико из естественной природы взяты считается они вот эти люди считают пусть они там в бажни веганами и следят типа там за хищниками я вам просто примеры привожу но здесь правильные у них мысли даю бывает что не бывает полноценного цвета и тьмы да и они правильно делают они максимум стараются все это если детеныши там сколько-то их попытаться выкормить пока все равно бы мать кормила да вот там молоком грудным допустим но и стараются потом естественно другим животным подседали там сделать так чтобы они вернулись в эту естественную природу вот то же самое и поэтому с домашними конечно ведь домашняя рознь домашнего там уж совсем какую породу вывели которые там эти собачки есть какие-то без без шерсти кошки эти там ножки вот такие она тявка ты не там вообще конечно и уродует природа и потом не знаете действительно добрый человек не знает уже как это все обратно вернуть поэтому все как бы конечно уникально вот но я гру тут я считаю надо следить за собой чтобы был баланс а то мы правда превратим в этом плане я ни в коем случае не хочу чтобы вы поняли в этом ролике может быть вы сами кого-то там приютяли или есть маленький вас и одну вы даже приютили может не сами взяли а так у вас получилось что доме животное потому что вы когда тоже из любви видели какой-то нуждающиеся животное приютили вот я не говорю ни в коем случае закончу этим что-то выкидывать не продолжать это решайте сами хотел просто и мыслями поделиться что вот конечно и конечная цель с и было бы это вот рай полная свобода где все все как хотят гуляют на самом деле это еще один вопрос уж там стерилизация в принципе него там ответил попал стерилизации животных здесь уж не буду ролик и так длинные да то есть одной стороны вроде бы и благой тоже делал другой стороны кто кого стерилизовал в раю важно понимать да все мы лезем в это так скажем естественно природу оси была любовь все бы так бы было в районе был ни хищников ничего не надо никого стерилизовать еда преизобивала бог может устроить так что будет за час такой куст вырастать всем бы этой еды хватило наша цель жизни познать любовь на это есть как бы любовь да ну или надо смотреть всегда ли надо внешне кажется доброе дело по внутренним она может быть не таким или или действительно это маленькое доброе дело над не звать оконечной цели совершенной большой большим благом будет вот действительно поставить цель по возможности я говорю может быть не всех я не могу сказать за всех животных сейчас все вот так вот расписывать но будет ошибка если будет мирозрение вот просто у меня вот ферма пусть даже клет я туда всех пихаю без разбора вот и хотят ложки так может и и за забором жить а я делаю любовь что это я вот они так заборчусь а то я и выпущу она там бедная погибнет да кто-то застрелит поймает ну свобода ради безопасности потеряешь это и другое конечным вот такой вариант поэтому конечно же любовь тогда главное чтобы вами и действительно искренне и руководил принцип любви любовь двигала это да вот и в принципе вам и самим будет себе без вегана христолюбца открываться вы сами будете видеть что животное страдает или нет на самом деле я думаю что все эти фермы все осознают там большой вопрос они об этом просто размышляю человек в принципе все познает в естественной среде обитания вот если он просто над такими вещами в жизни человек если вообще задумывается надо всем в частности на любой вещи которую у него мысли в голове возникает тогда он найдет ответы все внутри него он все на них найдет ответы поэтому все кто может заниматься кто-то меня услышит и может это к благому приведет человек что-то переосмыслит передумает и как-то переадаптирует это вот действительно задумается одно дело я говорю там какой-нибудь подобрали я видел показы приюта где там действительно вообще животных именно приют такие люди берут изуродованных животных где-то с ними что только не вытворяли без ног действительно вот таких спасали вот кто под машины и действительно там ну как она на к там делают какие-то типа инвалидных колясок такими с колесиками собаки там да делают и протезы да вот таких немного вариант ну как может быть их тоже но все таки да то есть вот вот опять тут я вообще я такой когда вижу вот тут да действительно там есть где там вплоть действительно она уже вся его жизнь это вот просто можно сказать лежать там не лапни передних не задних я такой видел да и в принципе вся и жизнь этот кормежка подставляет но опять же так может какую-то любовь погладьте она радостная ну да лежит в основном но она радостная все равно видно как хозяин как вот этот не хозяин и действительно друг кто спас ее человека и хоть какую-то заботу она сама уже понимать что она лежит она физически пойти не может да вот хотя тут я там ролик то есть и эвтаназия записал может и усыпить то есть тут тоже если ты из благих побуждений в эвтаназии уж и в этом ролике говоришь нет ничего плохого такой действительно от доброго сердца понимаю что все вечное даже это животное вечное вот тем более гуманным таким способом уколом там даже не яда какого-то ты кто знает все эти снотворные специальные там усыпляющие никакой боли животному вообще не причине там спокойненько уходит туда где любовь и свобода вот и все это тоже это абсолютно гуманно вот это тоже нормально вот если действительно уже это вид что жизнь этого животного хоть ты его и спас и помог на что во что она превратилась до освободить эту душу потому что живая душа так написаны в библии так любой человек знает посмотрев животного глаза что нести реально живая душа вот она лишь освободиться обретет новое тело и будет счастлива вот поэтому в гуманной эвтаназии нет ничего естественно плохого тут конечно как у человека к сожалению разрешение спросить нельзя и человеческой эвтаназии абсолютно имеет место быть вот каждый имеет право валить отсюда тогда когда он считает нужным животному конечно спросить то невозможно вот но тебе свое согласие не даст ну мы действительно можем это делать таким образом потому что каренш ты же как бы тыкс я хочу спасти тут уже видите по вере человека конечно кара вере что эта жизнь одна он будет и ей просто продлевать эту жизнь пусть и такую скоб может поцеловал обнял вот ну а тот кто такой как я знает что все вечно для него это высшее благо чем ее там да она лежит целыми днями только с одной миски хлебает вот тут уже просто видите по вере что такое добро я для этого и говорю потому что этот ролик сейчас не записываю тут какие у тебя полагающие фундаменты мировоззрения жизни именно из них и все наши дела поэтому я говорю делать даже я не я говорю не могу конкретные поступки этих людей судить потому что они исходят из их него мировоззрения и вот такого в принципе добра вопрос вопрос вечной жизни его просто над принять хочешь хочешь или не есть они его не принимают делать такие поступки в их глазах и со стороны основной массы тоже кажется может быть это многие не принимают этого кашель доброе дело отчасти она относительно того злого тоже добра и относительно его мировоззрения на добра он-то говорит ну вот я же делаю все что я могу вот ну как видите относительно истины которые я проповедую любви свободы и бессмертия куда ни возьми до свободы нету любовь относительно и да когда она не может общаться там со своими особами своего своей природы животными так далее так далее это любовь очень такая лишить его всех других радости жизни тоже вот но и вечная жизнь да но порой так печемся и забывай об этом ну такой вот ролик да я вам пусть без какого-то конечного финала на итоге сроки и подводил поговорил надеюсь хочется верить что хейта будет немного потому что я все-таки говорю тоже не зло у сердца и тут поступайте каждое сам по себе это же я понимаю что люди естественно речь идет речь шла что люди конечно все равно это добрые люди уж понятно кто приют и фирм открывать делают это из благих побуждений поэтому я конкретно обвинить этих людях как мы там труппажоров грим прям вот это зло убийство эксплуатации делать то тут я говорю я просто людей не хватает полноты познания истины поэтому их не поступки хорошие совершенно так скажем добры только в их не матрицы но в общее они несовершенны вот этого недостаточно и не хочет чтоб конечно меня вот услышали уж это будет большее благо это будет большее благо я грудь даже собачка лежащая да она вам спасибо скажет на том свете так скажем когда вы от этого избавили она там обрела опять счастье очень важно понимать где где больше благо где совершенство совершенство я не против всего этого еще расскажу уже уже замучил вас да вот что вы пожалуйста делайте организуйте но думайте есть возможность эти лошадей куда-то там в россии в кавказский заповедник переправить сколько вам потом только содержание все будет обходиться и будете клянчить деньги там на целом покупать зачем все это вам сколько у какашки эти убирать да на них вы если у вас сердце будет все равно рваться все равно и животные никогда в неволе счастливыми а концы до конца не будут вот вам просто может кто-то об этом никогда не думал и поэтому цель моего ролика конечно же благая кому-то еще больше все это открытие так по цепочку это и животным благо принесет есть возможность каких животных отправлять игры лошади ничего особенного не надо адаптироваться где бы она там не про не пробыла в цирке там она в этом кавказском заповеднике отлично адаптируется надо узнать если возможность принимают как то можно все это делать я просто не интересовался таким вопросом но я убежден что можно можно договориться и туда как-то их отправлять там эти лошади живут вот а них также примут она будет постись и жить счастливо на свободе лежать где она хочет и ходить где она хочет и все вот так вот и ну и то же самое с другими тем же самыми да вот так вот все на это у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь это кому-то все равно поможет какую-то принесет еще что-то откровение но на самом деле все что вы делаете если вы делаете это прямо из блага вас ничего не не коробит все равно продолжать я говорю я конечно в этом плане если вы относительно себя по считаете что это абсолютное благо и отчасти это и есть благо хотя игры все эти вещи знаете может человек убийца тоже думать что он во благо там кого-то насилует или убивать нет это действительно со стороны понятно что это их у это 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 лучше чем вот там вообще кто-то кетка вот там убивает насилует вы как бы что-то сделали да я говорю тут видите опять очень важная грань какая ответить это все случаи разной группы это подобрал он где-то это вот действительно несчастное там переехала потеряла подстрелили и вот я где ты вообще из других ферм вы там у соседей заведет вообще другое нас по закону это делать нельзя да мы можем только плакать что там есть эти вечные узники а свинцева да вот сделать мы ничего не можем как не можем там добрых людей из тюрьмы вытащить в человеческом обществе остается только вырыдать и плакать то есть это все разные области пошли тут и вот это я знал и знаю что там вот денег накопила поехала купила корову на этой фабрике смерти там ну купил ты что потом на рынке кто-то труппажер от меня скупит что ты ее купила но тоже такое себе дело они просто больше разводит ему какая разница как деньги получать такой себе не знаю уж ну что уж забьют ее как и других и отправится душа на небеса а что толку-то скотобойню спонсировать что-то покупаешь трупятину что живое существо но они еще больше их будет ты еще больше будешь покупать они еще больше будет разводить это как же раз бы спасла душу они на одну душу больше будут их разводить все это ты столько же душ получается к порабощению производишь автоматически это ничего не изменит такой методика ведь тут разные направления разная может быть цель конкретный прям случай и даже один и тот же случай причина одно дело это действительно какой-нибудь там я не знаю животное которое уж прям не может без человека да это его подлечил и у себя остыла дро дело она может а ты усердно подлечил все равно на шею повесила и все и живет с тобой хотя его можно обратно выпустить вот я вот про это все это все очень дуально я надеюсь я свои мысли хоть как-то приблизительно донес все у меня на все всем добра благо творите добро любите все вокруг а а а Субтитры создавал DimaTorzok